В последние дни работы автосалона Лукойл преподнес незабываемый подарок всем поклонникам футбола. На стенд компании пришли футболисты Спартака Лоренцо Мельгареха и Фернандо Мартинс. У любителей футбола и фанатов красно-белых была возможность в рамках автограф-сессии не только пообщаться с титулованными спортсменами, но и сделать селфи с кумирами. Интересные сюрпризы ждали посетителей стенда Лукойла на московском автомобильном салоне и в остальные 9 дней работы. Посетители международного автосалона в Москве, оформивших карточки лекард, компания Лукойл угощала безалкогольными коктейлями. Кроме этого, у посетителей выставки была масса других интерактивных возможностей. Нефтяники предлагали своим гостям приятно и с пользой провести время на своем стенде. Виртуальная девушка-промоутер и интерактивный подборщик масла помогли автомобилистам сориентироваться в ассортименте моторных масел нового поколения Лукойл Генезис. В этом году у московского автосалона очевиден восточный вектор. На суд зрителей были представлены десятки моделей китайских и корейских производителей. Традиционно в отдельном зале расположился весь модельный ряд «Берседес». Порадовали и отечественные производители. АвтоВАЗ представил долгожданный кроссовер «Веста» от главного дизайнера завода Стива Матина. Впечатления всегда самые хорошие. Для нас это ключевая площадка. Мы работаем здесь с колоссальными потоками физических лиц и достигаем, как правило, очень приличных результатов. Посетители приходят к нам знакомиться с компанией Лукойл. Интересуются услугами, которые компания оказывает, продуктами, которые компания выпускает. Мы традиционно распространяем наши карточные продукты. Рассказываем о новинках нашего производства. Московский автомобильный салон является старейшей в нашей стране выставочной площадкой для представителей автоиндустрии. Уже несколько лет он входит в десятку престижнейших автомобильных биеннале мира. Проходит он почетным годам. Таким образом, следующая встреча с миром автоновинок состоится в 2018 году. Максим Проскуров, Ярослав Егоров, Владимир Цепилкин. Программа «Регионы Лукойла».